САМАРСКАЯ СРЕДА Как помочь региональным аграриям напрямую продавать свою продукцию жителям Самары? Где в столице губернии откроются новые муниципальные ярмарки? Какие планы по дальнейшему развитию ярмарочной торговли в Самаре? В нашей студии заместитель руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара Игорь Ларионов. Игорь Николаевич, добрый вечер. Рад вас видеть. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в гости. И с чего бы хотелось начать разговор. Вот в последнее время мы наблюдаем, скажем так, определенную чехарду с ценами на продовольственные товары. Сильные колебания цен по понятным причинам. Эффективный способ борьбы с ростом цен – это рост конкуренции. Очевидная вещь. Вот что можно сделать и что делает Департамент в этой ситуации? Да, действительно, рост цен мы наблюдаем с вами. Департамент совета совместно с администрациями внутргородских районах в ежедневном формате. Первое – это проводит мониторинг цен, чтобы как раз увидеть колебания эти. Второе – мы действительно заметили то, что и на сахар-песок, и на соль цена поднялась, что было связано с нарушением. Первое – это цепочек поставок. И второе – это простоем производства. Сейчас цен… Ну, я два примера, да, это соль и сахар. На соль она уже вернулась к тем значениям, по которым она была. Я недавно покупал 20 рублей килограмм. Сахар, да, он чуть повыше, но цена снижается. И здесь как раз мы переходим к тому, что может делать город. Город может организовать, действительно, есть тренд, организация муниципальных ярмарок, и не только муниципальных, но и частных. И с помощью этого мы как раз можем держаться отчасти. Вот, кстати, это ведь не только и муниципальный тренд. Есть ведь еще и концепция развития вообще продовольственных рынков в России. То есть есть еще и федеральная концепция, это и федеральный тренд определенный. Конечно, на нас спустилось это от федералов. И правительство Российской Федерации, и Минпромторг РФ говорит о том, что необходимо развивать именно ярмарки. Желательно их развивать, опять же, в доступных местах. Не то, что где-то на отшибе поставить ярмарку для галочки и сказать, да, мы план выполнили, мы ее организовали. А в проходимых местах, там, где людям это действительно нужно. В прошлом году было открыто 4 муниципальные ярмарки, если я сейчас правильно помню. Предварительные итоги их работы какие? Вот вы довольны, недовольны, что удалось сделать, что не удалось? Над чем работать нужно еще? Действительно открылось 4 ярмарки, правильно вы сказали. Из нового, да, из принципиально нового, это ярмарки круглогодичного размещения. То есть раньше мы делали ярмарки сезонные, потому что спрос как раз был и у покупателей, и у продавцов, и у сельхозтоваропроизводителей. Это начало осени и, так скажем, до первых морозов. И эти ярмарки были под открытым небом. С одной стороны, да, это хорошо, мы все помним, наверное, и достаточно давно так и было, и никто даже не думал о том, что можно сделать круглогодичную ярмарку. В том году мы с этой задачей справились. Примером служат, например, это Киевская и Тухачевского, где понедельник только у них санитарный день, и ярмарка работает со вторника по воскресенье. И продавцы положительные отзывы говорят об этой ярмарке. Почему? Потому что это удобно, это холодильники, это электричество, это и кондиционеры, это и обогрев, и также и покупатели. То есть они заходят под крышу, то есть они защищены от дождя, и все, самое главное, что это все в одном месте. То есть ты можешь прийти и купить там все продукты, которые тебе необходимы. Ну и там, кстати, есть парковка, что немаловая. Конечно. Вот это очень важный момент, потому что сейчас... Потому что проблемы с парковкой у нас в городе, ну, действительно, они существуют. По объективным причинам. По объективным, потому что и город миллионник, да, и машин достаточно много. И там парковка достаточно большая есть, опять же, для удобства как сельхозтоваропроизводителей, так и покупателей. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, он касается как раз темы ярмарок, и затем продолжим нашу беседу. С самого утра на рынке в Ленинском районе ажиотаж. Аншлаг собрала социальная ярмарка местных фермеров из Волжского района. В продаже свежие овощи по оптовым ценам и даже ниже. Это взаимодействие очень эффективное и нужное не только самим жителям, но и тем, кто производит эту сельскохозяйственную продукцию. Это самый прямой путь доставки продуктов от производителя к потребителю, без наценок, без накруток. Я думаю, что у этой торговли большое-большое будущее впереди. Администрация Ленинского внутригородского района планирует и дальше реализовывать такие успешные социальные проекты. В ведомство уже обращаются местные фермеры, а также специалисты ведут свой внутренний мониторинг, чтобы в будущем приятно удивлять самарцев. Производством сыров Сергей Волков занимается уже 15 лет. Говорит, на ярмарке товар уходит в лед. Вместе с напарником Александром они делают не только мягкие, но и твердые сорта сыра. В погоне за натуральностью продукции пришлось даже уехать в другую область. Молоко там более качественное, признаются сыровары. Теперь, благодаря комфортным условиям, которые созданы на новой площадке, продавать свою продукцию напарники будут круглый год. Ну вот смотрите, сейчас на улице идет дождь, у нас здесь хорошо, светло, тепло. Потому что людям нужно где-то закупаться. На рынке цены вы видели какие. Муниципальная ярмарка на пересечении улиц Киевска и Тухачевского представлена в трех шатрах. Все они разделены по категориям. В первом – овощи и фрукты, в том, что по центру – мед, молочная и злаковая продукции. В крайнем торгуют мясом и рыбой. Все они соединены между собой специальными переходами, которые позволяют, не выходя на улицу, перемещаться между торговыми шатрами. На ярмарке представлено более 150 торговых мест для слихозпродукции. Организованы места для пенсионеров. Так, места-то хорошие. Мы под крышей, дождь был целый день, но мы не замерзли, не намокли. В этом плане хорошо. И наши места пенсионные, бесплатные. Все шатры муниципальной ярмарки оборудованы системой кондиционирования, инфракрасными обогревателями. Поэтому работать площадка будет со вторника по воскресенье круглый год. Игорь Николаевич, вот мы увидели сюжет, и на самом деле сюжет прошлогодний, вот как раз, когда эта ярмарка была открыта. У меня, знаете, такой вопрос, может быть, даже неожиданный, вот для муниципалитета. То есть мы увидели, что затраты очень серьезные, на самом деле, понесли. Это способ пополнить бюджет в итоге? То есть муниципалитет берет деньги за то, что там люди торгуют? Или это все-таки что-то другое? Это вот необходимо сделать канал коммуникации между там сельхозтоваропроизводителями и городом? Вот что это для города? Ни в коем случае это не для заработка и не пополнения бюджета. Это же, кстати, не так плохо пополнить бюджет. Это хорошо вообще. Это всегда хорошо, но мы ставим перед собой немного другие задачи. Как раз мы ставим задачу, чтобы наши сельхозтоваропроизводители имели возможность в Самаре реализовывать свою продукцию. Ту, которую они вырастили. Конечно, есть и другие предприниматели на ярмарках, это неплохо, я считаю. Но изначально задача ставится, чтобы цепочка была не длинная, а чтобы сельхозтоваропроизводитель продал свою продукцию непосредственно потребителю. Ну и желательно, чтобы этот сельхозтоваропроизводитель был из Самарской губернии, ну либо из, скажем так, откуда-то из ближайших регионов, чтобы мы имели доступ к свежей продукции. Конечно. То есть изначально мы уже на протяжении пяти, даже больше лет работаем с минсельхозом Самарской области, которые очень сильно владеют ситуацией и дают нам списки сельхозтоваропроизводителей, которые хотят присутствовать на муниципальных ярмарках городского округа Самара. Им в приоритетном режиме предоставляются эти места. Также мы кидаем и кличи и по другим как раз областям России. Давайте поговорим тогда о дальнейшем развитии муниципальных ярмарок. Потому что вот то, что есть, это хорошо, понятно, что оно работает, замечательно. Где, когда появятся новые ярмарки? Мы ни в коем случае не хотим останавливаться и не будем этого делать. Как развивали мы, так и развиваем дальше. Лучше у нас конкретно, если делить коммерческие, муниципальные ярмарки. Вот одна из коммерческих ярмарок у нас открывается в Куйбышевском районе на главные 23 в конце мая на 200 торговых мест. А что значит коммерческая ярмарка? Коммерческая ярмарка – это значит предприниматель, у которого есть земельный участок свой, то есть не муниципальный, обращается и с желанием организовать эту ярмарку. И город в данном случае помогает ему в каком ключе? Любые заявления об организации ярмарки проходят через наш департамент, также через Минпромторг. Но в данном случае он организатор ярмарки, он устанавливает цены, и, соответственно, земельный участок у него тоже собственность, либо в аренде. Ну и, соответственно, это хорошо, почему? Потому что это, опять-таки, повышает конкуренцию. Конечно. Чем больше ярмарок, тем лучше. Почему? Потому что, как у нас раньше были магазины у дома, так и сейчас мы стараемся сделать ярмарки у дома. То есть хотим вообще, чтобы в каждом районе были эти ярмарки. К нам поступают мнения, просьбы организовать ярмарки, например, в том или ином районе, в том или ином месте. Мы просматриваем эти площадки, если это возможно. Если нет жалоб жителей, если технически возможно поставить туда. Я не говорю сейчас про шатры. Да, мы шатровые конструкции используем, но можно также, как и на мехзаводе, например, поставить те же самые палатки. На мехзаводе, вот то, что вы сейчас сказали, это будут именно палатки? Всегда это было у нас, опять же, с осени. Сейчас мы запустили уже в апреле ярмарку. То есть потому что было желание, как у потребителей, так и у сельхозтоваропроизводителей, ярмарка уже открыта. Ярмарка – это выходного дня, она не круглогодичная. И в пятницу, субботу, воскресенье, соответственно, любой желающий может прийти и купить там уже продукцию. Вот вы сказали, одна ярмарка. Давайте поговорим о других. То есть где, что, когда, в какие сроки, какие технологии будут? В первой половине года откроется ярмарка на Старозагора «Гастелло», там на 15 торговых мест. Планируем открытие в железнодорожном районе на Пензенская-Владимирская на 72 торговых места. Большой вермах. Советский район «Партизанская» на 173 на 16 мест. Кировский район «Советская-5» на 25 мест. И также рассматриваем такие площадки для открытия. Это «Гагарина» на 157, это «Земица-20», это «Мира-6», это «Молодежный переулок-20», «Победа-92а». Все эти ярмарки рассчитаны на 15 торговых мест. И с учетом наших планов увеличение мы планируем на 40% торговых мест на ярмарках. Это вот в течение 2022 года? В течение 2022 года все верно. Вот об этих ярмарках можно чуть поподробнее? То есть какие они предполагаются? Это будут ярмарки 7 дней в неделю работать? Эти ярмарки будут крытые? Это будут ярмарки выходного дня? Ну, скажем так, технические подробности. Везде мы будем смотреть, как я уже говорил, по площадкам. То есть Владимирская, Пензенская – это однозначно будет круглогодичный формат торговли. А по оставшимся площадкам мы будем, первое, выбирать операторов ярмарок, второе, концепцию будет утверждена чуть-чуть позднее. То есть именно какой формат торговли, потому что от места зависит режим работы ярмарки. То есть где-то это действительно нужно круглогодично и со вторника по воскресенье, а в каких-то районах это нужно делать как ярмарка выходного дня. То есть важный момент какой-то, что касается ярмарок, ну вообще любой торговли, это санитарные нормы и правила. То есть нужен, насколько я понимаю, нужен доступ в воды. То есть там должна быть вода или не обязательно. Там должна быть как-то решена, решен вопрос, наверное, с канализацией и так далее. То есть вот эти вопросы, они же, ну, важны и чрезвычайны. Конечно, эти вопросы важны. И законодательство нам говорит о том, что санитарно-эпидемиологическое законодательство мы должны соблюдать. Также туалеты на всех ярмарках они присутствуют. И более того, у нас на ярмарках еще есть ветлаборатория, которая проверяет тоже качество продукции. Даже так? Конечно. На каждой ярмарке или она привозная? А если мы говорим про Киевскую и Тухачевскую, например, да, то из-за того, что большая ярмарка, она там каждый день, а так тоже она, соответственно, привозная. На мехзаводе также. Вот. То есть качество продукции проверяются, тем более есть такие сейчас базы, как Меркурий для мяса, например. То есть продукция должна быть сертифицированной, и любой человек на ярмарке может подойти и спросить документы на эту продукцию. И если, да, ему там не предоставляют или если у него есть какие-то жалобы, на каждой ярмарке есть администратор, есть весы контрольные, да, поэтому проблемы, жалоб таких никогда не поступало. Вот это важный момент на самом деле. То есть сейчас, получается, человек на ярмарке может точно так же понять происхождение продукта реальное, а как, ну, теоретически он может сделать в магазине. Да. То, для чего вот сейчас вся эта электронная система, собственно, и работает, это настраивается, чтобы ты понимал, что ты покупаешь реально. Важный вопрос. Кто имеет право выставить там точку продаж? Повторюсь, то есть приоритетно это сельхоз, товаропроизводители, да, а также любые другие юридические лица, индивидуальные предприниматели, конечно, также обращаются просто к оператору ярмарки и, пожалуйста, торгуйте. То есть у нас сейчас дефицита мест и в 21-м году, и нету. Мест у нас предостаточно. То есть если хочешь торговать, обращайся. Да. Технология какая вот этого? То есть вот человек, допустим, ну, индивидуальный предприниматель решил заняться торговлей, там, там, сам производит некую продукцию, либо там, допустим, где-то закупает в сельской местности и хочет ее продавать. Нормальный бизнес. Вот как ему это сделать? У нас все есть, первое, в открытом доступе, да, это и на сайте администрации городского округа Самара, конкретно в вкладке нашего департамента. Также у нас реестр ярмарок размещен и на сайте Минпромторга Самарской области. В любой момент могут позвонить и нам по телефону 333-47-44, там их проконсультируют. Самое главное просто понимать, кто оператор данной ярмарки. То есть обращаться, либо напрямую обращаться к оператору ярмарки, то есть если там на Киевской и Тухачевского, образом, да, подойти к администратору и спросить, как я могу попасть на ярмарку. Кто администратор? Имеет в виду это частная ярмарка или это ярмарка муниципальная? Да, тут разницы нету. Если частная ярмарка, чаще всего организатор ярмарки, как раз это все и делает, если это муниципальная ярмарка, организатор в данном случае администрации городского округа Самара, а оператор непосредственно уже лицо, которое выбирается по конкурсной комиссии. Вот если говорить о ценах, по вашей оценке профессионала, цены на ярмарках, они какие? Вот ярмарка это дешево, это дорого, это среднее. Вот как это? Что значит? Тут, наверное, надо говорить не только о ценах, но о качестве продукции. Ярмарка это на любой вкус кошелек. То есть там можно найти и подешевле товары, там можно найти товары подороже, но когда ты идешь на ярмарку, ты, ну, по крайней мере, я, да, наверное, надо говорить за себя, я уверен в качестве этой продукции. Поэтому у нас очень большой разброс цен от минимальных до максимальных. Я не говорю, что там продукция по минимальным ценам, продукция или некачественная, нет. Ну, где-то картошка может быть поменьше, да. И поэтому цены, если мы сравниваем, конечно, с ритейлом, да, может быть, они будут выше. И не может быть, да, это так. Но качество, я могу сказать, что лучше, конечно же, на ярмарках. То есть вот это важный момент, ты приходишь и понимаешь, что ты покупаешь, у кого ты покупаешь, кем это сделано, как это сделано и так далее, и так далее. То есть вот это важный момент. Ну и плюс это наше местное Самарское. Да. И это самая, на самом деле, основная задача, потому что раньше проблема у сельхозтоваропроизводителей была в том, что не хватало мест. Сейчас их избыток. То есть по статистике того года 150 сельхозтоваропроизводителей, именно которые сами выращивают, сами приезжают и торгуют, а мест более тысячи. Более тысячи? Конечно. То есть, соответственно, по большому счету... Дефицита никакого нет. Как раз вот эта цепочка сейчас у нас и налажена. Да, то, что сельхозтоваропроизводитель сам, минуя посредников, продает это и доводит это до потребителя. И он за свою продукцию уж точно ручается. Ну, конечно, да. Потому что это, собственно говоря, ему же могут задать вопросы потом по поводу качества этой продукции. Еще один важный момент – это пенсионеры. Потому что, ну, мы все помним, прекрасно существует вот эта категория пожилых людей, которые выращивают на дачах, на приусадебных участках. Кстати, очень качественно часто делают. Вот они производят некую продукцию и потом хотят ее продать. Ну, святое дело, я считаю. Вот как им можно туда попасть? Если можно, то каким образом платят они деньги за получение торгового места? Не платят? Вот давайте об этом расскажем. На сельхоз, на муниципальных ярмарках у нас, конечно же, предусмотрены места для пенсионеров. Минимум – это 10% от общего количества торговых мест. Места им предоставляются бесплатно. Вот. И у них там, на самом деле, своя организация даже. В том смысле, что один продал, второй. Чем отличается пенсионер, да, и как его увидеть вообще, что он вырастил, да? У него не будет 10 мешков картошки, да, и там 100 килограммов яблока. Вот. Если это бабушка, она пришла, там, два ведерка она продала, она ушла, и на ее место уже стал другой. То есть на Киевскую, Тухачевскую у нас 2 шатра около наших вот этих крытых шатров. И они тоже пользуются и популярностью, и с бабушками мы общаемся на эту тему. То, что денег, конечно, с них никто не берет. То есть просто по паспорту, что ли, или как? Или, ну, внешне понимаете, что человек пожилой? Ну, конечно, она просто приходит и говорит, можно мне, пожалуйста, там, место на… Именно место для пенсионеров на вашей ярмарке. И ей оно предоставляется. Вы в целом как оцениваете сейчас ситуацию в розничьей торговле продуктами питания в Самаре? Если мы говорим про нормативы, да, то все нормативы, они соблюдаются. И обеспеченность торговыми объектами, и обеспеченность нестационарными торговыми объектами. Да, мы с вами, жители, да, городского округа Самары, жители России, мы видим, что есть скачки. Как раз… Но они есть, на самом деле, во всем мире. Они во всем мире есть, действительно, потому что экономика – это достаточно сложная вещь. И поэтому с помощью ярмарок мы стараемся это стабилизировать. Потому что где-то мы слышим о том, что дефицит каких-то продуктов есть, да. Где-то мы говорим, что некачественные продукты. И вот ярмарка как раз это компенсирует. И дефицит, и ценообразование. Потому что любая конкуренция, она влияет на ценообразование. Вот идеальная ярмарка, на ваш взгляд, она какая должна быть тогда вот? Потому что вот то, что вы сейчас рассказали, ну вот я, например, сейчас склоняюсь к мысли, что нужно ходить чаще в ярмарки, на ярмарки, пардон, и реже ходить там, ну вот в торговые сети, которые сейчас, к сожалению, отчасти монополизировали вот эту розничную торговлю. И с этим действительно надо бороться. Итак, вот какая ярмарка идеальная? Ни в коем случае не говорю о том, чтобы там не ходить в ритейл, да, ходить на ярмарки. Это мой личное оценочное осуждение. Идеальная ярмарка, это должна быть, на мой взгляд, опять же, да, это крытое. Это с возможностью, чтобы на ней был большой спектр продуктов, да, чтобы это не был только один продавец с мясом или один продавец с овощами, чтобы человек пришел. Почему многие не хотели там ходить на ярмарки, если ярмарка маленькая, да, потому что там нет выбора. Ты заходишь в магазин, и у тебя представлен широкий ассортимент товара. Она, конечно же, ярмарка должна быть с парковкой. Ну, я сейчас, на самом деле, описываю отчасти ярмарку на Киевской и Тухачевского. Почему? Потому что пространство дало возможность нам решить все эти проблемы. То есть и с парковкой, и с ассортиментом, и со спектром, да. Почему? Потому что у нас даже там есть отдельная палатка для саженцев. То есть там саженцами торгуют. Вот не обращал внимания. Да. То есть просто это определенный период, конечно. И не надо забывать, что у нас не только есть продовольственные ярмарки. У нас также, например, открылась ярмарка, в ежегодном формате она открывается, у Речвокзала сувенирной продукции. Вот. То есть мы этим тоже занимаемся. Мы не только продовольственные, но и непродовольственные ярмарки мы тоже открываем. Также на Мехзаводе у нас есть отдельное место, где тоже непродовольственные товары производятся и торгуются. Я, как житель Самары, ну или любой обычный житель Самары, вот где может найти адреса ярмарок? Потому что, ну, город большой, и живя на Мехзаводе, вряд ли ты поедешь там, условно говоря, там на Тухачевского, там, на ярмарку. И наоборот, с Тухачевского вряд ли ты поедешь. Вот. Где найти адреса ярмарок? Как понять, когда они работают? Адреса, телефоны? Опять же, телефон, который я говорил, то есть можно обратиться к нам в департамент, мы это скажем, но все в открытом доступе. Это и на сайте администрации, и постоянно это в газетах публикуется, и на сайте Минпромторга Самарской области. То есть мы эту информацию не скрываем, мы, наоборот, ее всегда доносим до потребителей, до сельхозтоварных. Ну, то есть на сайте администрации, имеется в виду, на сайте департамента... Да, департамент экономического развития, инвестиций, торговли, есть вкладка ярмарки, соответственно, там можно понять и режим работы ярмарок, и количество мест. Ну что ж, спасибо за интересную содержательную беседу, и я надеюсь, что наши жители найдут каждую подходящую для себя ярмарку, потому что, ну, это на самом деле выгодно и интересно. И я надеюсь, что в 2023 году их количество станет больше, и мы, соответственно, с вами сможем получить возможность купить новые, свежие и самарские продукты. Да, вам спасибо, и ждем всех на ярмарке. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был заместитель руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара Игорь Ларионов. Приходяйте на ярмарки, покупайте самарское. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова